Чёрная пантера Крутой рисунок, то есть арт Дальше фигурка Marvel Legends Чёрной пантеры, которую вы смотрели Обзор вчера Дальше лего набор, который вы уже Давно смотрели, но я решил вам ещё Показать, ещё раз показать, потому что Мало ли кто познакомился С моим каналом совсем недавно и не видел Эти крутые наборы лего И я обязан показать их тем Кто не видел, но я быстро Покажу, то есть мы не будем там задерживаться И так далее, немножко поговорим о фильме В общем, это такое более Лайвовое, можно сказать, видео Мы поболтаем, посмотрим заодно И всё, что у меня есть в коллекции По Чёрной пантере И давайте, пожалуй, сначала посмотрим Быстренько Саму фигурку Marvel Legends Я ничего не буду делать Я ничего ему не буду здесь менять Потому что нет смысла Потому что обзор есть на канале, вы можете Прямо сейчас зайти, я ссылку оставлю В описании Итак, можете ещё раз взглянуть на Чалу Который в костюме стоит без маски И держит свой шлем в руке На самом деле, это сменная голова Но я, как уже говорил в видео Обзор на эту фигурку Поменял ему позу И она просто шикарна Посмотрите на эту позу Но она действительно очень-очень крутая Мне кажется, в фильме что-то похожее да будет Тем более, когда он спрыгивал с самолёта Он тоже вот так Ну, правда, в двух руках держал шлем Но что-то похожее, в общем-то, было И эта поза просто шикарная И на данный момент эта фигурка стоит на полке Именно в такой позе И она мне чертовски нравится В общем, вот такая вот фигурка Marvel Legends Взгляните на неё ещё раз И посмотрите, насколько она крутая В общем, вот такое вот Чалу Вот такая вот фигурка Marvel Legends В очередной раз советую купить её Потому что она великолепна Идём дальше Итак, давайте сейчас посмотрим вот этот крутой арт Как вы поняли, это от Чупарт У меня вся комната обвешана их работами Я коллекционирую И очень люблю этих ребят За то, что они делают вот такую вот красоту Эту работу я купил довольно-таки давно Когда только узнал об этих ребятах Это где-то год назад Даже больше То есть где-то год и три месяца назад Я купил вот эту работу И она просто бомбезная Она запакованная Видите, тут такая вот специальная упаковочка у нас есть И висит у меня на стене Вместе со всеми работами по гражданской войне Как вы поняли, это Чёрная пантера По гражданской войне И когда я купил вот эту фигурку Marvel Legends В Испании Я решил сразу поставить в эту позу Потому что она выглядит просто шикарно Я его поставил в эту позу Он у меня простоял в этой позе полгода Где-то, да, полгода И потом я вот сменил ему на вот такую вот позу И она действительно тоже очень крутая По крайней мере на время, пока фильм идёт в кинотеатрах И вообще вот этот хайп вокруг Чёрной пантеры У меня будет стоять именно чало вот так Может что-то поменяю Но это будет не в скором времени В общем, вот такая вот работа Чёрной пантеры Реально шикарная Карандашом нарисованная Сертификат об авторстве И то, что это лимитированная штука Таких только 100 в мире И роспись художника Вот такой вот крутой арт Моё почтение художнику Это действительно очень-очень крутая работа Идём дальше Дальше у нас идёт набор LEGO И я его быстро тоже покажу Потому что обзор есть на канале Оставлю ссылку в описании, если не забуду Биомеханический носорог Который просто выглядит бомбически На нём Акоя Получается лидер Стражи Чёрной пантеры Чаллы Дора Милаш Очень здоровская Она с копьём Мы его... Я, честное слово, не знаю Как это будет разворачиваться в фильме Но я видел то, что У Кюбайта было прохождение DLC По Чёрной пантере И там появлялся этот носорог И он был за плохих, как я понимаю Но может быть Акоя Вместе с Шурей как-то завладеют Его компьютером Бортовым И они будут теперь управлять этим носорогом Но носорог выглядит шикарно У него тут такие пушки Но сейчас, в общем, немножко приближем Мы быстро посмотрим Не будем на этом затягивать время В общем, быстренько посмотрим Вот так он выглядит вблизи Подробный обзор, ещё раз повторяю Можете посмотреть в отдельном видео А здесь мы пока быстренько посмотрим Кто-то, кто не видел Здесь у нас сидит такая Акоя Шикарнейшая Здесь у нас всякие наклейки Которые доказывают то, что это биомеханический носорог А не настоящий Вот у него, кстати, есть хвостик Что тоже очень здорово Сбоку он выглядит так И тут есть всякие синие вставки И Также у нас здесь есть Вот такая вот штука С Получается Вибраниумом То есть в этом носороге будет вибраниум Может это носорог киллмонгеры В общем, в фильме мы это обязательно узнаем И вот так выглядит наш носорог биомеханический Шикарнейший Итак, давайте дальше посмотрим с вами Получается рельсы На которых вагон с вибраниумом Вот так у нас выглядит вибраниум Синий деталь У меня уже упал часть вибраниума И Как мы видели по трейлерам Развернется целая борьба за этот вибраниум То есть не только за престол между киллмонгером и черной пантерой Но еще и за вибраниум Потому что это самый крепкий И самый ценный металл на земле Там он очень дорогой Щит Капитана Америки Все-таки сделан из него Здесь у нас, видите Очень, на самом деле Очень, очень здоровский Придуман набор Носорог классный Три крутые мини-фигурки Акои, черной пантеры, ягуар Который мы сейчас с вами посмотрим И вот такая вот Частичка шахты с вибраниумом Что очень-очень круто Потому что вибраниум действительно будет играть Важную роль в фильме И вы сами в этом убедитесь Получается, вы сейчас смотрите это видео А Кристиан уже в кинотеатре Потому что Это видео вышло в 18.00 А Кристиан идет В кино в 18.30 Если не ошибаюсь То есть он уже сидит в кинотеатре Смотрит черную пантеру Удачи ему Он когда приедет Запишет мнение И выложит для вас Обязательно В общем Вот такой вот Вагон с вибраниумом Идем дальше Смотреть мини-фигурки Итак Вот как выглядит Наша Черная пантера И что примечательно В этой мини-фигурке Во-первых В фильме Он теперь светится Фиолетовым То есть Поначалу он светился Синим Но потом Они решили сделать По канону И перекрасили его Можно сказать Его свечение В фиолетовый Но Лего Об этом не знали И наверное Давным-давно Уже были сделаны Эти мини-фигурки И исправить они Уже ничего не могут Так что Чало у нас Черная пантера Светится Цветом вибраниума Потому что Создатели Скорее всего На это и намекали То что как бы Вибраниум протекает По костюму Но по канону Цвет фиолетовый А сама мини-фигурка В принципе крутая Я если честно Не разочарован Наоборот круто Что в фильме у нас Одна черная пантера А здесь другая То что здесь он светится Синим А там фиолетовым И это на самом деле Прикольно Принты у него Только на теле И на голове На руках и ногах Принтов нет И на вот этой шапочке На его ушках Принтов Также нет Сейчас поправлю Немножко Вот Поправил Вот То есть Только на теле И на голове В принципе Этого достаточно Мне на самом деле Большего не надо Очень-очень круто В общем Вот такая вот Черная пантера Переходим к ягуару Цвет и свечение Ягуара Осталось неизменным Оно также Осталось золотым Майкл Б. Джордан Сыграл шикарно По трейлерам Уже понятно Что это Офигенный злодей И он не разочарует Как обычно бывает На самом деле Хэлла меня не разочаровала Из Тора Рагнарёк Локи крутой был Альтрон Почему-то никому Не понравился Но мне он понравился Он был реально Зловещий И крутой У этой мини-фигурки У Ягуара То есть То же самое На голове Только принты И На туловище То есть На руках и на ногах Нет В принципе Это тоже Не влияет На самом деле Сильно На качестве Мини-фигурки И на Её вид То есть Мне очень нравится Вот такой вот Ягуар Вот я вам и показал Свою всякую Всячину По Чёрной Пантере Все свои штуки Которые у меня есть По Чёрной Пантере Которые я нарыл По коллекции В общем Надеюсь вам понравилось Это видео Это было такое Больше разговорное И быстро мы посмотрели Что из себя Представляют Ещё раз Мои вот эти Гиковские штуки По Чёрной Пантере Если вам нравится Такого формата Видео То обязательно Напишите в комментариях Я правда Это учту И буду делать Чаще такое Так что Заходите В Кристиан Лэнд Я буду вам Очень здесь рад И огромное спасибо Что досмотрели Это видео до конца Всем спасибо Всем пока Ждите мнение На канале О Чёрной Пантере Кристиан Уже в кино Пока-пока Марвел представляет Чёрная Пантера Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О САТО Субтитры сделал DimaTorzok